Hello! С именами собственными, об исключениях смотрите ниже. Mary lives in Switzerland. Mary, Mary живет в Швейцарии. Если речь идет о каком-то предмете в общем. Books are expensive. Книги дорогие. Особый случай употребления артиклей. Иногда, когда речь идет о каком-то предмете вообще и используется исчисляемое существительное в единственном числе, перед ним ставится определенный артикль. Обычно в таких случаях существительное имеет значение музыкального инструмента или какого-либо изобретения. Life would be quieter without the telephone. Жизнь была бы спокойнее без телефона. The violin is more expensive than the piano. Скрипка гораздо труднее, чем пианино. Если обобщается целая группа одинаковых предметов, людей и так далее, и для этого используются существительные в форме единственного числа, то используется определенный артикль. The tiger is in danger of becoming extinct. Тигры находятся в опасности от того, что они исчезают. The ставится перед прилагательными, которые обозначают некоторую группу людей. The russians – русские. The irish – ирландцы. The blind – слепые. The old – старые, старики, старые люди. Определенный артикль не используются с не совсем общими понятиями. Например, 18th century music – часть истории, музыки, а не вся история. В то же время, the часто ставится в словосочетаниях с предлогом of. 18th century music – the music of the 18th century. African butterflies – the butterflies of Africa. Особые правила и исключения. Устойчивое выражение со значением места, времени и направления движения без артикля. To school – at school, from school. В школу, в школе, из школы. To at from university, college. To at in, into, from church. To in, into, out of bed, prison, hospital. To at from work. To at sea. To in, from town. To at from home. To leave home. To leave start, into school, university, college. By day, at night. Днем, ночью. By day, at night. By car, bus, bicycle, plane, train, tube, boat, on foot. On foot – пешком. By radio, phone, letter, mail. Артикль используется с существительными, обозначающими дни недели и месяцы только тогда, когда имеется в виду конкретный месяц или день. В остальных же случаях артикль не используется. Мы встретились в сыроем понедельник, в июне. It was the January after we went to Greece. В январе мы отправились в Грецию. Как правило, артикль ставится перед словами radio, cinema и theater, если мы не подразумеваем виды искусства или профессии. Для меня было большое счастье ходить в кино или в театр, когда я был ребенком. Он работает на радио всю свою жизнь. Со словами queen, king, president и т.д. используется определенный артикль, но только в том случае, если речь идет о конкретном человеке, занимающем эту должность, и его имя не называется. Queen Elizabeth had dinner with President Kennedy. The queen had dinner with the president. Определенный артикль употребляется в выражениях с предлогом by и существительными, имеющими значение меры веса, длины и т.д. Do you sell eggs by the kilo or by the dozen? Sixty pence a kilo. Артикль the ставится перед названиями морей, горных массивов, островных архипелагов, рек, пустынь, отелей, театров и кинотеатров, большинства музеев и галерей, названиями газет. Также определенный артикль ставится перед названиями стран, содержащих слова Republic, State, Union. The Netherlands The Hague The Atlantic The Himalayas The West Indies The Rhine The Sahara The Grand Hotel The Odeon The Bolshoi The British Museum The Times The People's Republic of China The United States Артикль the не употребляется с названиями континентов, стран, штатов, графств, департаментов, городов, улиц, озер, отдельных горных вершин и журналов. На этом мы закончим наш материал, касающийся изучения артиклей в английском языке. Good luck! Bye-bye! Hello! Сегодня мы продолжим и завершим изучение употребления артиклей в английском языке. Итак, определенный артикль не используется, если перед существительным стоит притяжательное или определительное местоимение. For example, this is my uncle. Это мой дядя. I like this beer. Мне нравится это пиво. С именами собственными, об исключениях смотрите ниже. Mary lives in Switzerland. Mary, Mary, живет в Швейцарии. Если речь идет о каком-то предмете в общем. Books are expensive. Книги дорогие. Особый случай употребления артиклей. Иногда, когда речь идет о каком-то предмете вообще, и используется исчисляемое существительное в единственном числе, перед ним ставится определенный артикль. Обычно в таких случаях существительное имеет значение музыкального инструмента или какого-либо изобретения. Life would be quieter without the telephone. Жизнь была бы спокойнее без телефона. The violin is more expensive than the piano. Скрипка гораздо труднее, чем пианино. Если обобщается целая группа одинаковых предметов, людей и так далее, и для этого используется существительное в форме единственного числа, то используется определенный артикль. Тигры находятся в опасности от того, что они исчезают. The ставится перед прилагательными, которые обозначают некоторую группу людей. The Russians – русские. The Irish – ирландцы. The blind – слепые. The world – старые, старики, старые люди. Определенный артикль не используется с не совсем общими понятиями. Например, 18th century music – часть истории, музыки, а не вся история. В то же время, the часто ставится в словосочетаниях с предлогом of. 18th century music – the music of the 18th century. African butterflies – the butterflies of Africa. Особые правила и исключения. Устойчивые выражения со значением места, времени и направления движения без артикля. To school – at school, from school. В школу, в школе, из школы. To at from university, college. To at in, into, from church. To in, into out of bed, prison, hospital. To at from work. To at sea. To in, from town. At from home. Leave home. Leave start, into school, university, college. By day, at night. Днем, ночью. By day, at night. By car, bus, bicycle, plane, train, tube, boat, on foot. On foot – пешком. By radio, phone, letter, mail. Артикль используется с существительными, обозначающими дни недели и месяцы только тогда, когда имеется в виду конкретный месяц или день. В остальных же случаях артикль не используется. We met on a wet Monday in June. Мы встретились в сыроем понедельник, в июне. It was the January after we went to Greece. В январе мы отправились в Грецию. Как правило, артикль ставится перед словами radio, cinema и theater, если мы не подразумеваем виды искусства или профессии. It was a great treat to go to the cinema or the theater when I was a child. Для меня было большое счастье ходить в кино или в театр, когда я был ребенком. He worked in radio all his life. Он работает на радио всю свою жизнь. Со словами queen, king, president и т.д. используется определенный артикль, но только в том случае, если речь идет о конкретном человеке, занимающем эту должность, и его имя не называется. Queen Elizabeth had dinner with president Kennedy. The queen had dinner with the president. Определенный артикль употребляется в выражениях с предлогом by и существительными, имеющими значение меры веса, длины и т.д. Do you sell eggs by the kilo or by the dozen? Sixty pence a kilo. Артикль the ставится перед названиями морей, горных массивов, островных архипелагов, рек, пустынь, отелей, театров и кинотеатров, большинства музеев и галерей, названиями газет. Также определенный артикль ставится перед названиями стран, содержащих слова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Артикль the не употребляется с названиями континентов, стран, штатов, графств, департаментов, городов, улиц, озер, отдельных горных вершин и журналов. На этом мы закончим наш материал, касающийся изучения артиклей в английском языке. Good luck! Bye-bye! Hello! Сегодня мы продолжим и завершим изучение употребления артиклей в английском языке. Итак, определенный артикль не используется, если перед существительным стоит притяжательное или определительное местоимение. For example, this is my uncle. Это мой дядя. I like this beer. Мне нравится это пиво. С именами собственными, об исключениях смотрите ниже. Mary lives in Switzerland. Mary, Mary живет в Швейцарии. Если речь идет о каком-то предмете в общем. Books are expensive. Книги дорогие. Особый случай употребления артиклей. Иногда, когда речь идет о каком-то предмете вообще, и используется исчисляемое существительное в единственном числе, перед ним ставится определенный артикль. Обычно в таких случаях существительное имеет значение музыкального инструмента или какого-либо изобретения. Life would be quieter without the telephone. Жизнь была бы спокойнее без телефона. The violin is more expensive than the piano. Скрипка гораздо труднее, чем пианино. Если обобщается целая группа одинаковых предметов, людей и так далее, и для этого используются существительные в форме единственного числа, то используется определенный артикль. The tiger is in danger of becoming extinct. Тигры находятся в опасности от того, что они исчезают. The ставится перед прилагательными, которые обозначают некоторую группу людей. The Russians – русские. The Irish – ирландцы. The blind – слепые. The old – старые старики. Старые люди. Определенный артикль не используется с не совсем общими понятиями. Например, Часть истории – музыки, а не вся история. В то же время, the часто ставится в словосочетаниях с предлогом of. Особые правила и исключения. Устойчивые выражения со значением места, времени и направления движения без артикля. To school, at school, from school. В школу, в школе, из школы. To at from university, college. To at in, into, from church. To in, into, out of bed, prison, hospital. To at from work. To at sea. To in from town. At from home. Leave home. Leave start and to school, university, college. Артикль используется существительными, обозначающими дни недели и месяцы, только тогда, когда имеется в виду конкретный месяц или день. В остальных же случаях артикль не используется. We met on a wet Monday in June. Мы встретились в сыроем понедельник, в июне. It was the January after we went to Greece. В январе мы отправились в Грецию. Как правило, артикль ставится перед словами radio, cinema и theater, если мы не подразумеваем виды искусства или профессии. It was a great treat to go to the cinema or the theater when I was a child. Для меня было большое счастье ходить в кино или в театр, когда я был ребенком. He worked in radio all his life. Он работает на радио всю свою жизнь. Со словами queen, king, president и т.д. используется определенный артикль, но только в том случае, если речь идет о конкретном человеке, занимающем эту должность, и его имя не называется. Queen Elizabeth had dinner with President Kennedy. The queen had dinner with the president. Определенный артикль употребляется в выражениях с предлогом by и существительными, имеющими значение меры веса, длины и т.д. Do you sell eggs by the kilo or by the dozen? Sixty pence a kilo. Артикль the ставится перед названиями морей, горных массивов, островных архипелагов, рек, пустынь, отелей, театров и кинотеатров, большинства музеев и галерей, названиями газет. Также определенный артикль ставится перед названиями стран, содержащих слова Republic, State, Union. The Netherlands, the Hague, the Atlantic, the Himalayas, the West Indies, the Rhine, the Sahara, the Grand Hotel, the Odeon, the Bolshoi, the British Museum. The Times, the People's Republic of China, the United States. Артикль the не употребляется с названиями континентов, стран, штатов, графств, департаментов, городов, улиц, озер, отдельных горных вершин и журналов. На этом мы закончим наш материал, касающийся изучения артиклей в английском языке. Good luck! Bye-bye!